Я много слышал и читал о проблеме Куяков, но честно вам скажу, не представлял масштабов проблемы. Во вторник я сам съездил в это поселение, чтобы увидеть своими глазами, что там творится. Прежде всего, даже в обед рабочего дня мы ехали на машине до Куяков полтора часа. Это, конечно, полный абзац. Дальше я увидел засыпанный снегом, изуродованный строениями всех форм и этажей город. Результат обмана и безумной алчности строителей, чиновников Пестричинского района, всех, кто причастен к этому кошмару. Знаменитый комплекс светлый, засыпанный снегом, окруженный забором, показался мне огромной резервацией с дорогой в один конец. Заехать еще можно, но выехать уже нет. Самое печальное зрелище – вереницы людей, идущие, увязая в снегу, с остановки единственного автобуса к своим домам. С опущенными головами и с котомками на колесах. Они казались мне героями из апокалиптического фильма будущего, где люди, потеряв индивидуальность, будут жить в одинаковых строениях, как часть бездушного механизма, где человек – лишь расходный материал эпохи индустриализации и стандартизации всех сверхжизней. Наверное, погода и бесконечный снег на меня повлияли, и все не так удручающе в куяках, когда светит солнце. Я проехал так называемые танхаусы, строения, больше напоминающие бесконечные бараки с индивидуальными входами. Я проехал многоэтажные уродливые квадратные дома, явно выстроенные на индивидуальных участках. Я заехал в жилищный комплекс «Ешлек», прогулялся по очень тихой улице и увидел много незаселенных домов, где квартиры первых этажей находятся на уровне земли, явно не приспособленные к нашим погодным условиям. И самое удивительное, несмотря на запрет Раиса Татарстана, в куяках продолжается строительство. Вот это ООО СК БРИС, директор Беляков АЕ, ведет строительство четырехэтажного жилого дома микрорайона «Ешлек». А здесь ЖК «Добрый» предлагает позвонить и осуществить свою мечту. Скоро еще тысячи людей станут счастливыми обладателями квартир в куяках. Обманутых людей, поверивших рекламе «Недорогое жилье» в 15 минутах отказания. Я предлагаю возить в куяки студентов, будущих архитекторов, в качестве наглядного примера, к чему приводит желание заработать деньги любой ценой, к чему приводят ошибки в градостроительной политике, к чему приводит игнорирование районными чиновниками элементарных законов организации жизненного пространства для людей, которых изначально обрекают на бесконечные мучения. Я вам честно скажу, я уехал из куяков с тяжелым сердцем. Я осознал масштаб проблемы, которую нельзя решить в одночасти. Конечно, не сомневаюсь, выход из куякинского тупика будет найден. Но для исправления ситуации нужны огромные средства и, главное, время. И вечный вопрос. Мы извлекли уроки из этой истории или будем продолжать множить куякинский градостроительный кошмар? Диляра Ясупова продолжит тему. Они предлагают многоэтажную застройку, точнее, переменную этажность от 4 до 19 этажей, 12 очередей, соответственно, в каждой очереди у них будет какой-то соцобъект. И, соответственно, дорога, которая будет от ЖК Яблоневой сады до перекрестка Габишева, Зорки и Дубравне. То есть, как бы, сейчас этот перекресток уже забит? Это же дорога города. И наша дорога внутри поселковая. У нас дорога внутри поселковая. А посмотрите, она федеральную трассу превратилась. Практически библейские яблоневые сады рай, которые оборачиваются грехопадением, словно хрестоматийно наша история. В данном случае они стали и искушением, и яблоком раздора. И вот мы еще не забыли куяки, которые вечно толкаются в пробках. Теперь в Салмачах хотят построить новый ЖК. Ну, надо сначала решить проблему куяковцев с дорогой, чтобы они нормально могли жить, раз они там поселились. А потом уже глобальный, очень глобальный вопрос решать здесь. Но тоже решать по уму, чтобы люди не проклинали то место, где живут. Дело в том, что яблоки, впрочем, упали недалеко от яблони, то есть от куяков. Сама территория находится аккурат между куяками и Салмачами. Проект жилкомплекса на 67 тысяч жителей уже на утверждении в мэрии. Но кому нужно такое соседство? Два поселка, которые разрослись до масштабов города, совсем не рады. Первое, что можно увидеть на сайте нового комплекса, это слоган огромными буквами. Если Салмачи не едут в город, город едет в Салмачи. Приехали, конечная остановка и конец терпения. Как будем въезжать в поселок, когда теперь выезжать на работу? В 5 утра, в 4? Я бросила работу, я работала, у меня была прекрасная работа. Я бросила только из-за транспорта. Я видела, как дети теряют сознание в автобусах, как женщины теряют сознание в автобусах. Она была, этот автобус был набит, как селедка в бочке. Нам говорят о том, что все будет, не переживайте. То есть мы с нового листа начнем жизнь для этого жилого комплекса. А наши проблемы, кто решит? Они остаются. Они есть. Разработчики проекта обещают, что под жилую застройку из 321 гектара площади пойдет лишь 90. Остальное займут парки и детские сады, которые нарисовали аж 11 штук. А в описании вовсе указали 18. 8 школ, больницы на 60 мест, магазины, кафе, МФЦ, церковь, мечеть и синагога. Чего боятся люди? Транспортного коллапса? Но не только. Проект предусматривает много благ, но пока на словах. Когда-то их загнали туда этими обещаниями, которые так никто и не выполнил. Не превратится ли новый микрорайон в мигрантское гетто и в новое адово кольцо? И что с коммуникациями, которые не проложены? А это огромные деньги. Неграмотным людям легко сказать, что мы там это сделали. А никто не говорит, что рассчитали они эту теплоэлектроцентраль, которая в базе настоит. А может они придут и скажут, а у нас не хватает. Они построят дом на газовых котлах, что ли? Или канализацию куда-то. Здесь ничего нет. Такой большой. Салмыча ничего не возьмешь. Салмыча сама деревня. Говорят, что это заброшенные яблоневые сады. Но им уже 40 лет. Это полноценная экосистема. Почти по Чехову только вырубить их придется не совсем по той же причине, что у классика. Вот она та самая территория, на которой и хотят построить новый ЖК-комплекс яблоневые сады. И здесь не два-три дерева, как утверждает администрация. Это целый полноценный лес. Мне вообще показалось, что мы попали в какую-то волшебную зимнюю сказку. Настолько здесь красиво. Поговаривают, здесь водятся и дикие животные. Растут ценные породы деревьев. И вот теперь все это благолепие хотят угробить и просто закатать в бетонные джунгли. Основной кусок леса, вот он. То есть он остается все-таки не вырубленным, не тронутым. Плюс вот эти зеленые бульвары, которые, то есть те аллеи яблоневые, которые там сейчас есть на этой территории, они вот они. Они вдоль вот этой инфраструктуры, они сохраняются, насколько это возможно. Насколько это возможно, зелья сохранена. В дело вмешался и райис республики. Еще летом прошлого года он запретил строительство наряде территорий без должной инфраструктуры. Разрешения на строительство у застройщика нет. Правда, сам проект будет утверждаться сейчас. Именно поэтому жители, что называется, волнуются заранее. Вносить правки потом уже никто не станет. Для нас гармоничное развитие как города Казани, так и наших районов приоритет. Поэтому любая новая застройка возможна только при комплексном подходе. В первую очередь это строительство дороги, инженерных инфраструктур и социальной инфраструктуры. Только после этого разрешение строительства жилья. Для нас это важно. Мы это будем учитывать, будем требовать от застройщика. Две новые дороги в проекте также нарисованы. Вот так называемый проезд 29, который у нас идет от Зорги. Идет до точки, там где у нас соединяются куяки с салмачами. И идет выше до Вознесенского тракта. Куяки тоже разгружаются, да. Мы здесь тоже рекомендуем, закладываем расширение до двух полос центральной улицы. И когда появляется у нас 29 и улица центральная расширяется, у нас для жителей куяков, да и жителей салмачи вот этого южной стороны на выбор. Либо они едут сюда наверх до Вознесенского тракта, либо они едут сюда налево до Зорги. Площадка под названием Яблоневые сады, она не будет осваиваться, пока там не появится транспортная инженерная инфраструктура. Но эта дорога не осилит даже этот ЖК. Не то, что нашу проблему. То есть это будет две проблемы. Как минимум 20 тысяч новых машин. Да, это будет еще одна проблема. Нам говорят про Вознесенский тракт, он платный. В институте пространственного планирования нам пояснили, что Вознесенский тракт станет платным лишь для транзитных перевозок. Для жителей предполагается свободный доступ. Причем он также в этапности закладывает и благоустройство территории. То есть территории озеленения, там порядка... Ну, третий, очень большой процент заложен по озеленению. Они берут на себя обязательства также по благоустройству этих всех зеленых зон. Обустройство парковой зоны, бульвары, скверы, набережные. Поэтому мы не порождаем вторые куйки. Вторые куйки может и не появиться, но что делать с первыми? Новая инфраструктура якобы разгрузит и многострадальных жителей тупиковых куйков. Но когда это будет? Город в поселке все так и расширяется. Таунхаусы друг на друге, дома в притирку и бесконечная стройка. Это не только казанская проблема. То, что на бумаге и то, что потом по факту возведется, очень часто совершенно разные вещи. Особенно, когда это идет не разрешение на строительство, а когда идет просто проектирование, генплан. И потом, что на самом деле появится, это могут быть совершенно разные концепции и так далее. Поэтому говорить сейчас хорошо или плохо это рано. Мы не знаем, какой он будет, как он будет выглядеть, какая там будет инфраструктура, какая там будет придомовая территория, что там будет. Поэтому пока рано говорить. Когда первый дом сдастся, вот тогда мы увидим. Когда все будет, нам так никто и не смог ответить. Новая дорога, коммунальные сети, тротуары, школы. Дело ни одного, ни двух и даже ни пяти лет. Салмачем можно, конечно, выдохнуть, но это пока. А вот куйки так и остаются, словно на обитаемом острове. Диляра Исупова, Роман Безменов, Андрей Ключников, 7 дней.